Осталось назвать год, когда, согласно прогнозам Григория Кваши, киевский режим будет разгромлен. В 2025 году устанавливается первенство России. Привет, друзья, я Александр Преподобный. У россиян есть проблема. В победные реляции фюрера никто не верит. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей. Не верят и грустные лошади. Мы устраняем историческую несправедливость. Поэтому в студию центральных каналов приглашают нумерологов, чтобы они убеждали россиян, их страдания за Путина не вечны. 2025, так и запишем. Ну не работает. Ну не работает система. Печатаешь доллары, не печатаешь доллары, ну ничего не получается. Все рассыпается буквально в руках там. На второе развал Америки, а вот на десерт канал НТВ убеждает, что главное не дать себя усыпить. Особенно перед выборами. Ученый уверен, если мы стойко продолжим бороться, если не дадим себя усыпить, обмануть и не будем почивать на лаврах, то в 2025-м бандеровскую хунту ждет судьба проамериканского режима в Афганистане. Просто так напомню, что хунтой центральное телевидение России называет демократически избранную на выборах власть в Украине. Переговоры с которой Путин ведет еще с 2019 года. Но давайте вернемся к смыслам. Снести киевскую хунту. И что тогда? Вот Шойгу даже, говорит россиянам, лучше не будет. Шойгу проинспектировал производство калибров и искандеров на заводе «Алмаз-Антея» в Екатеринбурге. И уверяет, что производство возросло в два раза. Так что трясись Украина и бойся Европа. И как обычно, эти репортажи с переводом, я уверен, должны моментально попадать в планшеты конгрессменов США. В частности, Майку Джонсону, неопределенному. Олафу Шольцу, Макрону, Риши Сунаку. Я думаю, что с остальными мы как-то разберемся. Раз, а сколько увеличение по этому году? А этого года уже 17 процентов сделано. Ну то есть, мы по калибру увеличимся в два раза? Да, да. Но важно понимать что, друзья. Страна, на которую никто не нападал, хвастается тем, как и чем будет обстреливать территорию чужой страны. И что нужно, чтобы этого не было? Правильно, еще больше ПВО. Над этим мы активно работаем. И ответные удары, чтобы всем внутри этой агрессивной страны было понятно. В эту игру можно играть вдвоем. Вот Зеленский заявил, что Украина наращивает как раз производство дальнобойных дронов. И осваивает новые виды оружия. Также ожидается, что Украина получит наконец-то первую партию бомб GLSDB от Пентагона уже в ближайшее время. Это поможет уничтожать тыл оккупантов. Она летит на 90 миль, у нее раскрываются такие крылышки, позволяет лететь далеко. Об этом пишет политика. Вообще забавно, что Украине все-таки передадут все для того, чтобы она смогла защитить свою территорию. Понимает даже, не поверите кто, Оля Скобеева. На Западе при этом продолжают играть в игру, на Украине закончились боеприпасы. Сегодня Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в НАТО пишет, что западным производителям понадобится два года, чтобы обеспечить украинских солдат боеприпасами на уровне армии Путина. Кстати, у армии Путина все тоже как бы не вечно. Вот потери в технике в январе самые огромные за все время от начала полномасштабного вторжения. Вы, кстати, где-то об этом слышали? Я сомневаюсь. Есть, конечно, проблема. Россияне никогда не признаются, что львиную долю того, чем они воюют на фронте прямо сейчас, уже составляют поставки из Ирана и КНДР. И вот недавно стало известно, что в Россию через Беларусь с начала года четыре раза поступал военный груз уже из Китая. Григорьевич, спасибо, мы не забудем. Но для чего все это? Самый грустный министр России заявляет, что все просто, чтобы восстановить справедливость. Мы устраняем историческую несправедливость. Мы устраняем попытки не просто переписать историю народов нашей страны, а эту историю забыть навсегда и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России, превратить эти территории в плацдарм, который НАТО во главе с США стал бы использовать для нанесения угроз безопасности Российской Федерации. Вообще, друзья, реваншизм это же очень опасная штука. Вот, например, Германия из себя выветривала этот яд десятилетиями, да, пока Вилли Брандт на колени в варшавском гетто не опустился. Сколько лет Россия будет из себя излечивать нацизм? Не знаю. И как, тоже не понимаю. Пишите в комментариях. Но пока у них все плохо. Вот в Нижнем Новгороде зетнутый патриот чуть с ума не сошел, когда увидел у посетителя значок Украины. После того, как парень отказался его снимать, невменяшка просто сорвал этот значок. Посетитель, конечно, пытался объяснить, что на самом-то деле флаг Украины в России не запрещен. Но так, если что. Молодые люди, здравствуйте. Вы в курсе у нас по качеству отстранения? Пожалуйста, скажите. Давай, снимай. Снимай давай. Нет. Снимай. А, у нас не запрещено ношение. Снимай флаг. Сейчас сорву. Не надо. Флаг, снимай давай, суп. Флаг, давай, снимай. Молодой человек. Снимай. Молодой человек. Снимай. Давай, флаг, снимай суп украины. Нет. Молодой человек. Ну, давай, снимай. Что здесь происходит? Вот, вот, ребятки, вот, украинские флага. Да, показывай, пока. У нас как запрещено. Снимай, давай. Не знаю. Не знаю. Снимай, слайд. Вот, все. Снимай, я заберу. Вот, сиди давай. Тебе тоже сиди. Ненависть к соседям, в частности, к Украине, это новая идея современной России. Скормленная Скобеева и Симоньян публика в восторге, рукоплещет. Но если бы только Украину ненавидели. Друзья, такого вы еще не видели. В одном из московских кафе любители телевизора набросились на помощницу британского посла. Зовут ее Джессика Рут Дейвенпорт. Вот, посмотрите, как это выглядело. Джессика, мы вас узнали. Вы дипломаты британские. Я думаю, что я знакома. Я в канале видео, когда вы встречаетесь с нашими кристами. Как вам, британским дипломатам в России, вас совесть не мучает то, что вы спонсируете украинский террористический режим? Вы говорите по-русски. Вам не стыдно? Вот есть такое понятие в русском языке. Совесть. Совесть. Ваши ракеты сегодня летят на наших детей, на нашу Россию. Вы понимаете? Вы бомбите. У нашей молодежи нет будущего из-за вас. Нет будущего. Это уже хорошо, что они понимают. Но, казалось бы, надо теперь дружно всем выйти из этого кафе и идти в сторону Кремля. Но нет же. Претензия именно в том, что никто не должен мешать уничтожать Украину. Такое в России не прощают. Зачем вы ездите по России и распространяете ЛГБТ? Молодежь нашу склоняете к этому. Зачем? Ответьте. Вы не слышите нас. Друзья, правда, я вот думаю, если бы это видео шло дольше, то у Джессики ее друзей спросили бы эти патриоты. Джессика, а зачем ты обгадила мой лифт? И почему мы не можем убить всех украинцев? Ну, вот, Джессика, объясни, почему? Но Маргарита Симонян пошла еще дальше. Ненавидеть Украину и страны развитого мира – это как-то слишком примитивно и банально. Важно ненавидеть каждого, кто просто не целует в десна Путина. И своих тоже. На этой неделе Маргинштерну, сложно моя дикция, с затруднениями сталкивается, как-то произносит это имя, запретили въезд в Дубай, а Галкина не пустили на Бали. Напомню, Ман... Мар... Хочу сказать все время Маннергейм. Маргинштерн. Маргинштерн. Это человек, который говорит вот такое. Я вообще не понимаю вот этого вот... Праздника Победы, которая состоялась уже сколько? Семьдесят шесть лет назад, по-моему, да? И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются, не знаю, скрепы, может, это какие-то... Я не понимаю, типа, пожалуйста... Ну, блин, наверное, гордиться просто нечем. Может, поэтому. Но, блин, вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря. А Галкин, это который про нашу с вами родину, говорит вот такое. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче, это не мы. Малайзийский Боинг, это не мы. Мариуполь сравняли с землей, это не мы. В Одессу летит ракета, это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? После этого знаменитого его спича я на телевидении рассказала правду о нем. Последний, кого мне бы, честно, хотелось приводить в пример, это Моргенштерн в этом выпуске. Ну, как ни странно, он же здесь-то прав. Не создавая ничего нового, Россия жила и живет общим величием народов Советского Союза. Вот украинцев больше 10 миллионов человек погибло во время Второй мировой. О чем мы вообще говорим? И отрицать факт того, что не Россия, а все народы страдали, и в том числе Украина, очень сильно от Второй мировой, это преступление. Но про Би-2 давайте напомню. Вообще-то они попали в серию скандалов после того, как сначала попросили убрать вот эти Z-плакаты со своих концертов, а потом солист группы написал даже такое. Вы убийцы, вы перечеркнули все свои достижения, да и достижения были общими с Украиной и Европой. Все, что сейчас вызывает путинская Россия, только омерзение и брезгливость. Лева из группы Би-2. Это, конечно, Маргариту очень бесит. Вот тебе Таиланд, откуда тоже, только что кого выперли оттуда? Би-2, да? К депортации приговорили, на секундочку. Могли бы и посадить вообще. Надо сидеть и быть, ну как это сказать, в одном настроении, что ли, со своей страной. Кстати, солиста вот все-таки отпустили из тайской тюрьмы, он улетел в Израиль, остальные участники группы пока что за решеткой. Так что скрепная Маргарита будет дальше пропагандировать, смотреть только выступления Лаврова, наверное. Кстати, временно оккупированный Мариуполь, друзья, давайте переместимся туда. Последователи черные пропагандистские там возродили, угадайте что, комсомол. Последний раз там красный флаг висел 35 лет назад, и вот тряпку опять приперли в город. В город, который тупо грабят россияне. Мы шли с бурым оттуда, только зашли сюда на дамбу, стоят три женщины, одна у одной лесопеда. Ой, хлопчики, что же здесь происходит? А мы что происходим? Мародерничают ваши солдаты. Вон на том окрестностях, вон за этим. А к нам, знаешь, какое отношение теперь за них? Вы в чем живете? Стыдно. Как это это называть? Окопы или что? В окопах, а у всех ковры? Ковры в окопах, в блиндажах. 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 Диваны прутут. Ручок. И нас хаятся. Всем большой привет. Российская армия лучше всех. Мы непобедимы. Вы поняли, да, вывод? Мародеры и убийцы считают, что они лучше всех. Ну, что ж. Инфекция проникала в их организмы очень долго. Видимо, долго и придется лечить, друзья. Если вы согласны, что мы этот путь должны пройти вместе до конца, подписка. Лайк этому видео, пожалуйста, поставьте на колокольчик. Не забудьте нажать. Жду ваши комментарии. Это помогает в продвижении. Увидимся завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин